Для меня сегодня большая честь проповедовать. И проповедь перед нами, которую я назвал, именуется так — «Позитивная реальность». Позитивная реальность. То, что ты слышишь, то, что ты видишь и то, что ты говоришь, очень сильно влияет на твое настоящее и на твое будущее. Знаете, есть люди разные. Есть одни более позитивные, склонные к оптимизму, другие, например, более склонны к пессимизму. Вот я один из людей, который склонен чаще всего к пессимизму. По свойству своего характера мне легче расстроиться, чем порадоваться. Действительно. Мне легче не улыбнуться, чем улыбнуться. В моей голове чаще всего возникают негативные мысли, чем позитивные. Позитивные, кстати, очень с трудом возникают. Над этим надо стараться. Вот, к примеру, когда я кому-то звоню, а там на том конце не берут трубку, я всегда думаю, что что-то, наверное, случилось, что-то плохое, наверное, произошло. Когда я расплачиваюсь за товар, иногда посещают мысли, наверное, меня хотят где-то обсчитать. Нужно очень внимательно быть, чтобы не сделали ничего плохого против меня. Чаще всего думаю, что что-то не то. Даже погода плохая. Ну какая она хорошая? Вот смотрите, что творится на улице. Все плохо. Хотя англичане скажут по-другому. Потому что у них всегда такая погода. Они всегда в такой погоде живут. Я всегда думаю, что как-то плохо. И про себя. И у меня все не получится. Все не получается. Поэтому это черта моего характера. Мне нельзя работать журналистом. Представляете, какие новости я буду людям говорить? Хотя, с другой стороны, знаете, говорят, что чем хуже новость, тем она круче. Окей, мне нельзя работать, скажем, врачом. Представляете, какие я буду сообщать известия пациентам? Ну, почему? Потому что врачи говорят, что нет здоровых ни одного. Просто есть недообследованные люди. Мне нельзя работать даже синоптиком. У меня в большинстве случаев будет всегда погода плохая. И жить мне, скорее всего, в Лондоне. Потому что там вот всегда большая часть это вот дожди и вот такая пасмурная погода. Потому для меня благо, что я священник. Для меня большое благословение, что я служитель Бога. Почему? Потому что, прежде чем кому-то сказать добрую новость, я сначала себе ее говорю. Прежде чем кому-то сказать Евангелие, я сначала себе его рассказываю. Если я хочу сказать, что все будет хорошо, я сначала себе говорю, Сережа, спокойно, все будет хорошо. Нельзя, знаете, делиться тем, чем у тебя нет. Поэтому сегодня я проповедую, прежде всего, для себя. Это проповедь лично для меня. Если вы что-то из нее возьмете, это будет огромное благословение для всех нас. Потому, прежде чем что-то дать людям, нужно где-то это взять. Прежде чем кого-то напоить водой, нужно сначала эту воду, чтобы она была у тебя. Потому очень важно, чем ты себя наполняешь. Очень важно, что ты видишь, что ты слышишь и о чем ты говоришь. И давайте мы обратимся к Слову Божьему. Одной интересной истории, которая произошла с израильским народом, который вот-вот вышел из египетского рабства, подошел к земле обетованной. И следующие стихи, эту историю мы читаем в числах 13 и 14 главе. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли, пришли к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хетеи, Евеи и Иусеи, и Амарии живут на горе, Хананеи живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую мы проходили, мы для осмотра, есть земля, поедающая живых на ней. И весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые». И Иисус, сын Новин, и Халев, сын Иефонин, и засматривающих землю, разодрали одежды свои. И сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостит к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли всей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Интересная история, которая должна была закончиться для израильского народа. Они должны были, в принципе, уже их исход из гибридского родства закончился, они должны были войти в землю обетованную, если бы не их неверие, если бы не их ропот. Они в итоге просидели 40 лет, глазами видя землю обетованную, просидели в пустыне. Бог их не допустил туда. Первый пункт моей проповеди звучит так. «Услышь Бога». Задайтесь вопросом, а разве они не слышали те обещания, которые Бог им давал? Весь путь, который он выводил из Египта, он говорил о земле обетованной. Как вы думаете, знал ли Бог, что там большие стены и великаны? На этом он заострял внимание, их или на другом. Ни разу не сказал. Сказал только о том, что там молоко и мед, земля обетованная. И просто не ужасайтесь и не бойтесь. Там был интересный момент. Моисей хотел просто пойти и завоевать эту землю. Послать заглядатов была не его идея, не его мысль. Идею предложили из народа. Идея показалась очень интересной. Вот как написано об этом во второзаконии. Моисей говорит об этом в первой голове с 20 по 22 стих. «И сказал я вам, вот пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот мы пришли. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог Отцов твой, и не бойся, и не ужасайся. Но вы подошли ко мне и сказали, пошлем перед собою людей, чтобы они исследовали нам землю и перенесли нам известие о дороге, по которой нам идти, и о городах, которые идти нам. Сегодня я хочу спросить, кого ты слушаешь? Чем наполняешь свое сердце? Какими новостями? Бог тут четко сказал, я даю вам эту землю. Вы ради этого вышли из Египта. Я все время вам об этом рассказывал. Я обещал привезти землю обетованную. Не бойтесь, возьмите ее. По большому счету, правильным было не посылать никаких разведчиков. Нечего было разведывать. Бог же ждал. Бог благословил. Бог привел. Иди и бери. Мы что, Богу не доверяем? Но нет. А вдруг Бог что-то недоговорил? А вдруг что-то утаил? А вдруг все это время спасал, а сейчас хочет погубить? Ну, не абсурдно звучит. Пойдем мы разведаем все-таки. Узнаем. Бог же, наверное, не знает. Послушайте, я хочу поделиться с вами небольшим откровением. Желание Бога дать тебе доброе слово и обетование. А желание дьявола посеять сомнение во все это. Вся ложь дьявола начинается все к тех же слов. Подлинно ли Бог сказал? Правильно ли вы его услышали? Когда в Эдемском саду дьявол говорил это Еве, Еве не нужно было слушать, ей нужно было развернуться и уйти. Почему? Потому что как только ты это слушаешь, как только ты сеешь это в свое сердце, эти сомнения, какие-то негативные мысли, новости, истории, это все в итоге приносит доброе или худое, как ты думаешь? Ну, что сейм, то и пожнем. Ну, не бывает такого, что посеяли огурцы, знаете, а выросли бананы. Посеяли позитив, а по негативу посеяли позитив. Или посеяли позитив, а собрали негатив. Посеял ложь, а собрал правду. Не бывает такого. Посеял сомнения, и знаете, собрал великую крепкую веру. Такого не бывает. Слушай доброе. Слушай то, что Бог о тебе говорит. Не слушай других. Слушай обетование, которое Бог о тебе говорит. К примеру, 1 Петра 2,9, которое мы все хорошо знаем. Но вы род избранный. Царственное священство. Люди взяты его делом, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я избран? Да. Я призван Богом возвещать добрую весть? Да. Я народ святой? Да. Аминь. Все. И не слушай больше никого. Не слушай сомнений, которые дьявол в твое сердце может вкладывать. Бог так говорит. И это очень важно. Второе. Увидь Бога. Увидь Бога. Они ходили 40 дней. Ходили по той земле. Не просто за один день пошли и вернулись. Они жили там. Они засыпали и просыпались там. Они общались там. Возможно, заводили друзей. Они все высматривали. Больше месяца прожили среди тех людей, чтобы понять, среди тех городов, чтобы понять, что там и как. Обошли все. И горы, и моря. Все. Десять из них увидели великанов, увидели большие стены, увидели воинствующий народ. А что увидели двое? Иисус, Новин и Халев. Разве они не видели великанов? Разве они были слепы и не видели эти стены, не видели все эти угрозы? Конечно, видели. Но они видели еще и сильного Бога. Они видели Бога, который вывел их из Египта, провел через Красное море, который питал их в пустыне, который давал им воду из скалы, который хранил их от жалящих змей, который спасал их, давал им мясо, который привел их в землю обетованную, где течет молоко и мед. Они видели, что если Бог их довел до этой земли, то Он обязательно даст им эту землю, то, что Он обещал. Почему десять увидели одно, а двое увидели совсем другое? Ведь все они смотрели на одно и то же. Все видели одно и то же. Но каждый увидел свое. Я получил здесь очень простое, но очень глубокое откровение. Как только ты перестаешь смотреть на Бога, ты начинаешь смотреть на самого себя. Эти десять просто перестали смотреть на Бога. Бог весь их путь старался научить смотреть на Него. Хотел, чтобы они оторвали свой взгляд от рабства, от греха, от Египта, от пустыни и начали смотреть на небо, на Него, на то, что Он делает, на те обетования, которые Он для них приготовил, на ту землю, которую Он к ним ведет, чтобы они поняли, что Бог их Господь, Бог их питает, что Бог их Отец, что все в Божьей руке. Вы скажете, возможно, окей, Сережа, ты как-то слишком сгучаешь краски. Они не были там, понятно, что они были там одни оптимисты, более как-то позитивно смотрели. Но они не были пессимистами, они были реалисты. Вот я чаще всего реалист. Они посмотрели реально на ситуацию. Они пришли, увидели глазами, реально оценили все и поняли, что им нечего оттягаться. Чаще всего я так мыслю. Это моя черта характера. Я более рационалист, более здраво смотрю на все ситуации, оцениваю, анализирую. И тогда я спрошу, и позвольте спрошу самого себя, Сережа, а где в твоем реализме Бог? Почему ты как реалист увидел все? Увидел и великанов, и стены, и угрозы, и обетованную землю, но не увидел во всем этом Бога, который живой, который реальный, который чудом тебя спасал и привел сюда? Который привел тебя в замечательную церковь, который дал тебе семью, который благословил тебя работы, дал тебе служение. Почему ты все это не увидел? Почему ты не увидел Бога, который рядом с тобой, который ведет тебя в землю обетованную, где течет молоко и мед? И да, там еще и великаны, да, там еще и стены, да, возможно, есть какие-то угрозы, но ведь с тобой Бог, и Он не слабый. Ведь Он тебя сюда привел. Почему ты ситуацию вот так реально не оценишь? Дорогой брат, дорогая сестра, увидь Бога в своей жизни, оглянись назад и посмотри, сколько Он сделал для тебя, сколько чудес было в твоей жизни, лично для твоей жизни, для тебя это было чудо, скольких угроз Он избавил тебя. Посмотри сегодня на себя. Ты сегодня здесь, настоящим, сидишь в этом храме, там, где тепло, уютно. Он тебя сюда привел, Он благословляет тебя, Он любит тебя. И посмотри в будущее. Он для тебя приготовил землю обетованную. И третье, скажи о Боге. Скажи о Боге. Что произошло, когда эти двенадцать вернулись обратно в стан израильский? Они начали говорить. Они начали рассказывать. Десять из них стало возмущать народ. Сеять страх, сеять какие-то сомнения, возмущения. Дошло до того, что израильтяне захотели вернуться назад обратно в египетское рабство. Они говорили, Богу говорили, ты хочешь погубить нас и наших детей. Ты зло нам задумал. Они подняли великий ропот. Всю ночь плакали. Всю ночь выли, возмущались. А что говорил Иисус на вин и халев? Послушайте. И сказали всему обществу сынов Израилевых. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, слышите, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. Не против великан, а против Господа не восставайте. Угроза не там. Не бойтесь, народы землистей, ибо Он достается нам на съедение. Защиты у них не стало. А с нами Господь. Не бойтесь их. Именно они вошли в землю обетованную. Израиль за свой ропот прожил рядом в пустыне 40 лет. Целое поколение умерло. А вошли их дети. Вошли те, кто не роптал. Вошли те, кто был благодарен. Хочу поделиться откровением. Ропот — это восстание против Бога. Только против Него не восставайте, — говорил Халев. Ропот — это восстание против Бога. А благодарное сердце — это ключ к земле обетованной. Бог ждет благодарности. Дорогие, я же свободу вам дал. Я же вывел вас из Египта. Я вас кормил и поил. Я чудеса перед вами, всякие дела. Я перед вами днем и ночью, перед вашими глазами шел. Вы все золото Египта вынесли. Я привел вас к земле обетованной. Что вам еще надо? Почему бы просто не сказать спасибо? Почему не просто наполнить свое сердце благодарностью? Почему вы ропщите? В ответ только ропот и недовольство. Что исходит из уст наших сегодня? Добрые вести или худые? Благодарим ли мы Бога? Или мы ропщим на Него? Послушайте, как только ты начнешь быть благодарным за то малое, что у тебя есть, с того момента в твою жизнь начнет приходить великое. С того момента, как ты начнешь говорить Богу спасибо за тот хлеб, за ту воду, за то, что у меня есть сегодня, с этого момента Божье сердце будет расположено дать тебе больше. Твое сердце наполнится радостью. Ты не будешь уже рабом какого-то ропота, какого-то вещей, какого-то дай, дай. Ты научишься благодарить за все. И Богу будет легче тебя благословить еще больше. Говори о нем доброе. Бог не злой. Бог добрый. Он не желает тебе зла. Говори о нем хорошо. Эта история так похожа на то, что мы переживаем сейчас. На нашу жизнь. Ведь Бог дал, ведь как тогда с Израилем, Бог и сегодня, сейчас помогает нам выйти из нашей земли, где мы были рабами греха. Помогает нас освободить от греха и ведет нас в землю обетованную. Ведет нас к небу. Знаете, мне свойственно смотреть вниз на землю. Это черта моего характера. Она опускает постоянно голову мою вниз. Иисус, если ты такой, как я, я хочу, чтобы ты знал, Бог для тебя и для меня приготовил небо. Для тебя и для меня Он приготовил землю обетованную. Иисус был распят между землей и небом для того, чтобы стать этой дорогой, дорогой на небеса. Твой и мой дом там. Смотри на Иисуса Христа. Подними свои глаза и смотри. Бог хочет дать тебе доброе. Бог не желает тебе зла. Иисус изменил мою жизнь. Он научил меня думать хорошо, позитивно. Он научил меня улыбаться. Он научил меня говорить добрые вещи. И как только я прекращаю говорить об Иисусе Христе, знаете, о ком я начинаю говорить? О самом себе. Я начинаю думать о себе. Смотреть на себя. Говорить про себя. И в такие моменты, не знаю, как в вашей жизни, но моя уже перестает быть доброй. Перестает быть светлой и позитивной. В месяц очищения, освящения, я хотел бы, чтобы мы научились мыслить позитивно и говорить доброе. Бог так хочет. Это его свойство. Это его сердце. А для этого я хочу поделиться с вами последним откровением на сегодня. То, что Бог положил в мое сердце. То, что я делаю каждый день. Прежде чем рассказать кому-то о Христе, рассказать ту добрую весть, которую вы знаете, расскажите сначала об этом самому себе. Серьезно. Наше сердце каждый день нуждается в Евангелии. Каждый день нуждается в Его слое, в Евангелии, в доброй вести. Порой мы свидетельствуем всем, рассказываем о том, что делал Бог. О себе самому забываем сказать. Так делал Давид. Вспомните. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога. Ибо я буду славить Его, Спасителя моего, Бога моего. Сначала для себя. Я сегодня говорил, что это проповедь в первую очередь для себя. Я хотел бы, чтобы вы взяли какой-то прообраз. Я верю, что Бог открывал ваше сердце и говорил так же и вам. Я хотел бы эти слова сейчас произнести самого себе. А вы возьмите для себя. Сереж, послушай. Нет, услышь. Бог любит тебя. И отдал самое дорогое своего сына, единственного сына, за твои грехи. Подними глаза и посмотри, что Иисус сделал для тебя. Посмотри на Иисуса. Сколько вещей Он сделал в прошлом, благоставил твою жизнь, привел тебя сюда. И сколько Он сделает еще впереди, в будущем. И последнее. Брат, Сереж, несмотря на свой пейземизм, научись быть благодарным. За каждую минуту твоей жизни, которую Бог дал тебе, за то, что живешь здесь, дышишь, за Бога в твоей жизни, за то малое, что есть у тебя сейчас. И только после этого расскажи, какой твой Бог, как Он любит, как Он спасает, как Он благословляет, какой Он чудесный. реальность намного позитивней, чем тебе кажется. Намного. Бог дал настоящий мир, Бог дал любовь, дал обетованную землю, ведет тебя и меня к ней. Давайте мы поднимемся. И даже если в нашей жизни все плохо, возможно, ты стоишь и думаешь, пастор, ты говоришь такие вещи, но в моей жизни все плохо, все не получается, ничего нет, работы нет, ничего нет, все, руки опустились у меня. то послушайте, просто послушайте пророка Аввакума. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Только и тогда, все равно, несмотря ни на что, я буду о Нем радоваться. В Нем моя радость, в Нем мой позитив, в Нем мое спасение». Все мы когда-либо видели небо, а видели звезды. Не задумывались, зачем Бог создал их? Послушайте, даже ночью, когда окружающий мир теряет все краски, когда сгущается вокруг тьма, и, возможно, какие-то страхи прокрадуются в нас, даже ты сейчас можешь поднять глаза к небу и увидеть прекрасные звезды, прекрасное небо. Бог создал их для тебя и для меня. Даже здесь Бог нашел возможность утешить, отлечь, порадовать. И когда ты будешь смотреть на них, вдумайся, когда ты будешь на них смотреть, среди всего этого захватывающего мира, всей вселенной, которая перед твоими глазами, ты и я самое дорогое, что есть у Бога. Ты и я самое прекрасное и ценное, ради чего Он жизни своей не пожалел. Научись слушать Его, смотреть на Него, говорить о Нем. И ты сможешь наследовать все, что Он приготовил для тебя. Начиная с улыбки, которая, возможно, редкость в твоей жизни, как и в моей, и заканчивая землей обетованной, небом, домом, для тебя и для меня. Дорога, Господь, мы славим и благодарим Тебя. Боже, мы величаем Твое святое имя и прославляем его. Боже, спасибо Тебе за Твое спасение. Боже, научи нас, Господь, слышать Тебя. Научи нас видеть, Господь, Тебя. И научи нас говорить, Господь, доброе, благую весть. Боже, наполни нас этим добром. Наполни нас этим светом. Очисти, Господь, наше сердце. И пускай имя Твоя прославится. Боже, мы также молим за все нужды, Господь, за все проблемы. Мы молим, Господь, за каждую нужду, за каждую радость, за все, что Господь здесь, за каждую боль и слезу. Боже, нам не страшны эти великаны и эти стены, потому что Ты силен, потому что Ты Бог сильный и могущественный, потому что Ты нас ведешь в землю обетованную, и Тебе да будет слава и хвала. Мы такого Бога верим, мы такого Бога любим. Ты наш Отец. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. И еще одна молитва перед нами. Я хотел бы помолиться вместе с вами. Возможно, вы впервые у нас. А возможно, вы не впервые, много раз уже были, но ни разу еще не кались. А возможно, вы кались и отступили, и вас Бог снова сюда привел. Услышьте Бога. Бог любит вас. Бог очень хочет спасти вас, хочет дать вам землю обетованную, хочет окружить вас своей заботой. Где бы вы ни были, просто поднимите руку. Я хотел бы просто молиться вместе с вами. Мы увидим вас. Пускай Бог благословит. Мы увидим вас. Я хотел бы молиться вместе с вами. Хотел бы помолиться. Просто произнесите эти слова вместе со мною. Эти простые слова. Но от своего искреннего, чистого сердца. Господь Иисус, я нуждаюсь в тебе. Прости все мои грехи. Спасибо тебе за землю обетованную, за небо для меня. Я благодарю тебя за дар спасения. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Эти аплодисменты для вас. Мы вместе с вами радуемся. Пожалуйста, не уходите после сужения. Здесь под сценой будут ждать вас, братья и сестры, которые хотели бы с вами познакомиться и вручить вам подарки. Пускай Бог вас благословит.